Друзья, всем доброго времени суток. Своё обращение хочу сделать в первую очередь к вам, так как мне не безразлично ваше здоровье и здоровье ваших близких, близких вам людей. И я не хочу и не желаю никому испытать то, что испытали недавно я и моя семья. Также надеюсь, что органы, контролирующие медицину, тоже обратят внимание на моё обращение и примут хоть какие-то меры, направленные в сторону прекращения беспорядка, преступного разъяльдяйства, халатности среди работников, медперсонала, медицинских учреждений. На данный момент речь идёт за конкретную больницу. Это больница электроника города Воронежа. Я, конечно, предполагаю, что такое происходит не только в этой больнице, но и во многих других. И это всё из-за того, что мы с вами очень часто прощаем все ошибки врачей и спускаем на тормозах их отношение к нам. А ведь к докторам нам всем рано или поздно приходится обращаться. И чем больше мы им прощаем, не обращаемся с жалобами, с претензиями, тем больше мы покрываем их преступную халатность, которая в дальнейшем может обратиться нам бедой. Что, в принципе, и произошло с моей семьёй. Три месяца назад моя жена сообщила мне радостную новость, самую радостную в моей жизни. Наверное, все уже поняли, что это за новость. То, чего с нетерпением ждёт каждая семья, мне кажется, с этим счастьем ничего не может сравниться. Новость о том, что мы ждём ребёнка. Мы стали готовиться, настроились. Позже мы узнали, что, оказывается, мы ждём двойную радость, что у нас будет двойня. Но с 21 мая в ночь на 22-е начался весь этот кошмар. Кошмар, связанный с больницей электроника. Друзья, я пока не готов рассказывать на камеру о случившемся. Прошу меня извинить за неудобства, но вам придётся прочесть, что я изложил на бумаге. Я описал всё происходящее под этим видео. Здоровья и счастья вам, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok